Выставочный проект «Азбука шедевра» в Музее Новый Иерусалим называют самым крупным за всю историю его существования. Экспозиция объединяет более 120 работ русских живописцев из региональных собраний. Подробнее о выставке поговорим с директором Музея Новый Иерусалим Василием Кузнецовым. Добрый вечер. Здравствуйте. Можно ли говорить о том, что эта выставка – своеобразный учебник русской живописи? Ну, с точки зрения живописи, истории русской живописи, конечно, мы можем проследить разные стили, направления от академической живописи до нон-конформистов. Мы – самый крупный в России региональный музей, регионального подчинения. И когда мы придумывали идею, мы хотели объединить у себя на одной территории большое количество регионов. И вот у нас их получилось 30 с учетом Музея Новый Иерусалим, 30 музеев и 29 городов. И вот идея сама была – собрать эталонные вещи из художественных региональных музеев, представить это в Новом Иерусалиме, показать историю русской живописи, при этом создать еще экспозиционную концепцию. И здесь мы добились весьма неплохих результатов. Ну, для проекта даже музыку написали. Действительно, да. Попытались расшифровать Кандинского. Это будет представлено в кубике импровизации, где будет представлена работа Кандинского импровизации 209-1917 года. И мы заказали композитору из Санкт-Петербурга Илье Кузнецову расшифровать импровизацию Кандинского. Вы знаете, получилось здорово. Я думаю, что посетитель зайдет вот в такой кубик вместе с музыкой, он будет смотреть на работу. Это, конечно, впечатляет. Мы хотели создать некий новый посетительский опыт. Мы показываем музей, у нас есть такая азбука, да, и каждый раздел – это каждая буква. Мы начинаем с А. Кубик – это автопортрет, Б – это беспредметность, В – это воздух. И в рамках вот этих разделов показываем русскую живопись, русских художников, которые соответствуют вот этим направлениям, жанрам живописи. У нас есть кубик детектив, где мы рассказываем, как работы могли там записываться. Соответственно, у нас есть музей, у нас есть хранитель, смотритель. Редкие буквы вы миновали или нашли тоже какой-то ход на и краткую, мягкий, твердый знак? Ну, на твердый знак у нас объект, соответственно, где-то мы выделили на… и краткую у нас музей. Русский алфавит широкий, мы могли использовать в словах, не начиная с начала раздела. Вот, потом у нас есть раздел на букву «Ю». И, вы знаете, удивительная работа. Да, это советский художник Баса, но у него фантастическая работа. Гагарин «Здравствуй, земля». И, вы знаете, мы решили закончить. Ей на букву «Ю» мы назвали букву «Юра». Там Юрий Гагарин, огромная работа. Если это шедевры, то как выбрать шедевры из шедевров? Вы знаете, шедевр – это достаточно условное наименование. И у нас есть буква, которая называется «Шедевр». И, вы знаете, мы там не представляем ни одной работы. Потому что, в целом, нам кажется, что посетитель сам для себя выберет шедевр на этой выставке. Мы говорим, что это эталоны. Да, мы считаем, что это шедевры. Но нам бы хотелось, чтобы вот этот вот посетительский опыт для людей, которые посетят эту выставку, каждый сам для себя придет, что ему нравится. В искусстве нравится, не нравится. И эти оценки, как бы, мы надеемся, что публика сделает сама. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.